Насладиться экстримом, природой и комфортным отдыхом. В этом году наплыв туристов на Алтай такой, какого не было последние пять лет. Вот только ожидания порой далеко от реальности. Цены, мягко говоря, кусаются. Номера вип-уровне от 4000. Эконом-класса не меньше 500 рублей за сутки. При этом удобств даже элементарных часто нет. Костер пожечь и пожарить элементарно шашлык. То есть для этого нужно ехать куда-то покупать. Я с тобой леса тащила. Да, ходили через дорогу, чтобы принести дрова. На турбазах эконом-класса, говорят отдыхающие, цена за проживание по сравнению с прошлыми годами выросла почти в три раза. А вот условия стали только хуже. Клопы были, мошки какие-то. В общем, было не очень приятно. Ну и скажу, что если судить по ценам в этом году, ну, с прошлым, то в этом году они завышены. То есть, судя по прошлому году, ну, грубо говоря, за сутки с человеком 600 рублей было, да, то бунгало, которое мы снимали, в этом году нам сдали полторы тысячи за сутки с человеком. Ну, это того не стоит в этом году. Этим летом в парк отель Ая нанял молодой персонал, который не выполняет своих обязанностей. В номерах грязно, даже ручка на двери в санузел была вырвана. Отсутствовала некоторая мебель по сравнению с прошлыми годами. Не было даже стульев. Во многих коттеджах не работал телевизор, на что администратор сказала, что мастера у них сейчас нет. Она вызовет кого-нибудь. И этот мастер пришел через два дня, когда мы уезжали. Было написано, можно рыбачить. Ну, собственно, для этого мы и поехали. Когда приехали, нам сказали, что рыбалки нет. Ну, вы можете порыбачить, но за один килограмм пойманной рыбы две тысячи рублей. Ладно, потом предложили порыбачить и отпустить. Мы согласились. Стоило это 500 рублей. Итог. Мужу дали удочку, он поймал одну рыбу и удочку забрали. Ничего не объяснили, что это не рыбалка, а так, ради входа, так сказать. Хочу сказать одно. Просто сдирают деньги и ничего не объясняют туристам. Очень неприятный осадок остался. Я вот банкомат не могу найти. А наличка закончилась, побольше бы. То есть проблемы с банкоматом? Ага. Либо чтобы все услуги были через безналом. Жалуются, отдыхающие не только на уровень сервиса и качество обслуживания, но и на безответственность сотрудников, от которых нередко зависит жизнь. Так, одна из туристок рассказала, что во время сплава по Катуне перевернулся рафт. При этом инструктор не смог оказать никакой помощи и не меньше других растерялся в экстренной ситуации. Благо все остались живы. Впрочем, хватает и трагических случаев. Виной всему, считает президент Федерации спортивного туризма Алтайского края Евгений Горбик, отсутствие какой-либо подготовки таких сотрудников. Изменить ситуацию призван законопроект, который в июле в первом чтении приняла Госдума страны. Если его одобрят окончательно, то инструкторы, гиды и проводники впредь будут обязаны проходить стажировки и обучение показанию первой медицинской помощи. Без них нельзя будет получить соответствующую аттестацию и удостоверение. До сих пор из-за квалификации таких сотрудников никто не следил. Все требования имеют рекомендательный характер. Что касается добросовестности турбаз, власть региона, оказывается, контролировать их не обязаны. Впрочем, в 2022 году все гостиницы должны подтвердить категорию звездности. В Алтайском крае из 520 средств возмещения на сегодняшний день, в соответствии с поэтапным прохождением классификации, звезды должны иметь порядка 200 объектов. По факту, классификацию прошли 73 из них. Выходит, только порядка 40% гостиниц на Алтае официально отвечают необходимому уровню качества. Остальные не могут или пока не хотят работать над повышением качества своих услуг. Вот только без развития инфраструктуры и создания действительно комфортных условий, говорят отдыхающие, далеко не дешевый отдых на Алтае останется разовой поездкой. София Яценко, Илья Халяпин. День с толком.